Приморский край пережил одно из самых сильных стихийных бедствий последних лет. Дожди привели к разрушительным наводнениям. В крае размыты дороги, снесены мосты, населенные пункты оказались отрезаны от автомобильного сообщения. Вечером 11 августа жителям Приморья пришла смс от МЧС, что ночью ожидается большая волна паводка реки Раздольной. Всем покинуть пойму реки и зоны возможного затопления. А уже ночью в Уссурийске сработала сирена. Как сообщают различные телеграм-каналы, сигнал тревоги раздавался почти во всех районах города. Утром стали поступать сообщения, что на дамбе семь ветров, произошел прорыв и вода устремилась в город. Она затопила улицы, дома, первые этажи многоэтажек, детские сады. Гаражи ушли под воду вместе с машинами. В городе были развернуты пункты временного размещения, привлечены дополнительные отряды спасателей. Ход работ на месте координировал губернатор Приморья Олег Кожемяка. Сделайте здесь еще пункт оказания помощи, значит, гуманитарной помощи. Приведите печки, приведите газовые баллоны сюда, приведите. Хлеб, что здесь был, вода прямо здесь. То есть, мы организуем пункт медицинской помощи, а вы организуете пункт помощи людям. Спасательная работа закончена, но судя по тому, что с какой объем воды, это здесь как минимум еще трое-четверо суток будет идти. Поэтому это сделайте сегодня. Также в Уссурийске практически полностью затопило собачий приют. Животные спасались на крышах будок. Той же ночью режим ЧАЭС был введен и в городском округе. Спаска дальнего наводнения после длительных дождей стала самым разрушительным за последние годы. Из-за дождевого палатка к утру в воскресенье было эвакуировано около 600 человек. Спасательная лодка доставляет воду и продукты в труднодоступные районы. Губернатор проверил пункты временного размещения. В городах и районах края открыли пункты приема гуманитарных помощей для пострадавших. Все желающие могут принести продукты питания, сухую одежду, предметы первой необходимости для тех, кто остался без крова из-за стихийного бедствия. Искренне благодарю всех, кто отозвался на это. Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем так, чтобы пострадавшие люди получили реальную помощь и от государства, и от неравнодушных людей. Спасибо большое. Также 13 августа из Хабаровска в Уссуриск прибыла дополнительная группа спасателей из Амурской области. Прибывшие специалисты будут проводить работы по усилению отсыпки дорожного полотна там, где его размыло водой, возведению защитных дамб и других аварийно-спасательных работ. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.